Всем привет! Сегодня я буду краситься и наряжаться с вами. Это необычная собиралка. Покажу вам тот образ, который я выбрала для роли свидетельницы. Самое главное, конечно же, невеста, но мне тоже не хочется упасть лицом в грязь и прийти в таком виде. Так что давайте будем наводить красоту. Платье у меня нюдовое, оно никакое, знаете, безликое. Оно очень эффектное. Для того, чтобы все смотрелось гармонично, я заранее сделала маникюр. Да, я спустя 9 месяцев сама себе сделала гель-лак. И вот о своих таких первых впечатлениях я расскажу по ходу сборов. Так как это все-таки не урок макияжа, я хотела бы немножко с вами поболтать. Но давайте приступать. Свой уход я уже включила кислоты и то ли к сожалению, то ли к счастью, у меня кожа как будто очищается. Появляются новые и новые высыпания. Да, их немного, они быстро проходят, но я верю в то, что это временное явление, просто нужно переждать. Все-таки это свадьба, мы также будем фотографироваться. И хочется, чтобы этот макияж и выглядел, и держался безупречно. И вот на такие случаи я всегда выбираю выравнивающие базы. Вот эта от Urban Decay, она реально круто работает. И мне нравится то, что она действительно продлевает стойкость макияжа. Я проверила даже на самых капризных тональных кремах, которые такие легенькие, увлажняющие, которые могут подчеркнуть поры со временем. То есть они как бы в них проваливаются. Вот это чудо, если вы визажист. И даже, кстати, я им пользовалась на протяжении двух недель, прям каждый день, чтобы посмотреть, не забивает ли она поры. Нет, все классно. Особенно, если у вас комбинированная жирная кожа. Но я со своей сухой тоже не жалуюсь. И, как видите, тоже использую. Вот такого количества хватит на два человека. Я всегда выдавливаю больше, чем следует. И теперь нанесу на все стратегические зоны. Она розовенькая. И когда я ее наносишь на лицо, сразу замечаешь, что есть улучшения. Кожа реактивная. И из-за этих ламп она сразу краснеет. Но через несколько секунд все наладится. Вы должны поверить мне на слово. Я очень долгое время пользовалась The Porefessional. И вот это мне нравится больше. Я снова буду использовать тон от Eves Saint Laurent All Hours. В прошлый раз все подробно рассказала. Ну и чтобы вы понимали, насколько сильно я его люблю. Акции сделали свою. Я докупила еще один цвет, который должен мне подходить зимой. Даже если не будет, то все равно его допользую. Настолько сильно я его люблю. В своем влоге я показывала вам стартовый набор от бренда Samilac. И, конечно же, для выполнения маникюра я использовала все те же средства. И что я могу сказать? Девчонки. Это просто лучшие гель-лаки, которыми я когда-либо пользовалась. Для начала скажу о том, что я до сих пор не купила себе машинку с фрезами. Только лишь по той причине, что у Samilac они какие-то особенные. И они везде распроданы. И я попросила в магазине, чтобы для меня отложили одну штуку, когда приедет новая партия. И поэтому я снимала старый гель-лак при помощи обычной пилочки. Я очень аккуратно выполняю маникюр. Поэтому как бы все нормально. Я все осторожно сделала. И оставила часть старой базы. И вот если так посмотреть на ногти в профиль, то вот этого перехода абсолютно не видно. Потому что я пользовалась базой, которая называется Leveler. Между прочим, я дала ее своей подружке. Она попробовала и говорит, я тоже ее обязательно закажу. Потому что она не такая, как те, которыми мы пользовались ранее. Она немножко, вот знаете, как будто резиновая. Только в хорошем смысле этого слова. И она так плавно растекается по ногтевой пластине, что она действительно сама выравнивает ее. И вот там, где покрытия не хватает, там, где ноготь должен быть чуть толще, она как будто сама его заполняет. Для меня это фантастика. И, ну я вам честно говорю, что я ничего особенного не делала. Они просто сами получились вот такими, как из салона. И я специально сделала их чуть толще. Потому что мне спилили ногтевую пластину последний раз так, что мне хотелось их как-то укрепить. Я также оставила длину, не хотелось, чтобы они сломались. Цвет я выбрала свой самый любимый. Это потрясающий нюд, который при разном освещении смотрится тоже немножко по-разному. Иногда он прям идеально бежевый. В каких-то случаях отдает немножко в розовинку. Если у вас супер светлая кожа, то, наверное, вот этот фраппе не так хорошо будет смотреться. Ну, это очень универсальный нюд. И я вот действительно ни в одной другой палитре не встречала ничего вот настолько классно подходящего лично для моих рук. Вот к такому оттенку кожи, как у меня. Я знаю, что многие из вас его купили. И также довольны. Также в инстаграме отмечаете меня, показываете ваши наборы. И тоже хвастаетесь, что у вас все получилось. Несмотря на то, что вы не профессионалы, я показывала вам, что заказывала себе кисточку. Чтобы подобраться как можно ближе к самой кутикуле. И вот я еще потренируюсь, и потом сниму для вас отдельное видео, так как вы просили. Сейчас пока что я не могу сказать, что именно я делаю. Мне кажется, что у меня получается так благодаря консистенции гель-лаков и милак. Так как они, вот знаете, такие очень кремовые. И вот у меня сейчас два слоя цвета. Они такие меру густые и не слишком жидкие. Они как бы сами распределяются по ногтевой пластине. И ничего суперсложного вам не придется делать. Если получилось у меня, значит получится и у вас. Просто стоит немножко потренироваться. Я оставлю все ссылки на Симилак в инфобоксе. У них есть представительство и в России, и в Украине. И я уже заказала себе несколько цветов на осень и на зиму. Мне вот очень нравятся такие всякие бургундии. И все в этом стиле. Я обязательно покажу вам. Пока что посылка ко мне не приехала. Но я ее очень жду, пока я буду наносить консилер. Несколько слов о лампе. Ну, чего можно было ожидать. Лампа очень удобная. Конечно же, она хорошо просушивает ногти. И, девчонки, мне понравилось то, что внизу вот эта вот металлическая панель снимается. И можно содержать эту лампу в чистоте. Особо не заморачиваться. Я пользовалась таймером и просушивала каждый слой 30 секунд. И этого было достаточно. Я переживала, что вдруг не досушу, еще что-то там нет. И вот когда кладешь руку в лампу, она сама включается. Тоже ногти не сжет. Все нормально. Так что могу вам советовать и лампу. Консилер у меня Too Faced. Недавно вышло отдельное видео с самым большим обзором лучших консилеров, по моему мнению. Если вам интересно, можете посмотреть. Там же рассказываю о уходе, о каких-то недорогих средствах, о питательных кремах, которые идеально подойдут на зиму. Так что, девчонки, если для вас актуально, можете пересмотреть. Это очень плотный консилер. Не на каждый день. Ну, видите, да? Пудра у меня сегодня от Golden Rose. Одна из лучших пудр, которая у меня вообще есть. Так. И на все лицо я нанесу прям минимальное количество пудры, так как это тональное средство и так будет держаться. Обожаю эту кисточку. Обожаю. Брови. Чем бы их таким накрасить, чтобы, если вдруг что-то пойдет не так, можно было стереть? Чтобы все держалось. Вычесываю тональный крем из волосков. Чтобы добро не пропадало, решила допользовать начатое. И вот этот карандаш от NYX я очень люблю. Между прочим, у меня были вот такой же формы Tom Ford, Estee Lauder. И вот этот удобнее, и он как-то быстрее прорисовывает брови. У меня оттенок блонд. Насколько я помню, самый светлый. Но у них есть и серые, и рыжие. И вот они очень-очень хорошие. Когда красишься при таком ярком освещении, кажется, что интенсивности недостаточно. А потом выходишь на дневной свет и так, а у тебя брови Ким Кардашиан. Как будто ты сошла из инстаграма только что. Но надеюсь, что это не тот случай. Так, немножко у основания прощешу. И, наверное, на этом нужно остановиться. Если что, добавлю. Надо издалека на себя посмотреть. Чувствует мое сердце, что это лишнее. Но глаза боятся, руки делают, да? У вас тоже так, когда ты понимаешь, что хватит. И дальше красишь. А потом, о боже, что я наделала. Девочки, чем вы мажете брови, чтобы они отрастали? А то мне уже ничего не помогает. Я слышала еще о каком-то масле Юзу. Кто пользовался, отзовитесь. Колосятся ваши брови после него или нет? Стоит заморачиваться, искать. Теперь гель для бровей. Несменно мой фаворит от Lancome. Большую часть я снимаю на кончике брови. Для того, чтобы здесь хорошо все зафиксировалось. Пока он не застыл, укладываю так, как мне нужно. Раз. У меня длинные волоски. Я люблю, когда они... Но практически приклеены к коже. Вот. И спереди я просто приподнимаю брови. Этот гель от Анастасии, ну как-то не очень. Но его тоже нужно допользовать. Теперь я воспользуюсь тушью. Да, я сначала крашу ресницы и только потом наношу тени. Мне так удобнее. Я обычно пачкаю века, потому что у меня довольно длинные ресницы. И когда тени уже нанесены, то как бы не очень приятно. Макияж может быть испорчен. И вот тушь не имеет для меня какого-то особого значения. Я могу пользоваться даже самой бюджетной. Я люблю часто менять туши. Желательно, чтобы она была с такой силиконовой щеточкой. Но без вот этой штуки я не могу обойтись. Я недавно ездила в Украину. И забыла ее дома. Не знаю, как так получилось. Это зажим для завивки ресниц от бренда Shu Uemura. Вот не зря его так сильно хвалят. Не зря я показывала его в фаворитах года. И использую во всех своих видео и в повседневной жизни. Вот эта вещь действительно отличается от тех, которые представлены на рынке. Она делает красивый натуральный изгиб. Ваши ресницы не будут стоять колом. И она их вообще не травмирует. Не переживайте, что вы каким-то образом можете обрезать себе ресницы. Или со временем их состояние ухудшится. У меня они постоянно такие же. И, девчонки, я хотела бы, чтобы вы также убедились в том, что это волшебная палочка. Поэтому совместно с брендом Shu Uemura мы разыгрываем несколько наборов моих мастхэвов. Это гидрофильное масло. Я уже несколько раз его рекомендовала. И считаю его лучшим среди гидрофильных масел. Вот именно такого формата. Позвольте, я открою. Это мое. А вот победители получат новые наборчики. Все условия участия в конкурсе вы сможете прочитать в инфобоксе. Это не просто очищающее гидрофильное масло. Это ухаживающий продукт, который удаляет макияж. При этом не пересушивает кожу. И это просто залог красивой, ухоженной, здоровой, чистой кожи. А вот эта штука поможет распахнуть ваш взгляд максимально. И вы знаете, что глаза это зеркало души. Если вы никогда не пользовались вот такими зажимами для заивки ресниц, вот этот просто самый лучший. И обязательно участвуйте в конкурсе. Спасибо огромное бренду Shu Uemura, что предоставляете такие классные призы. И вообще дарите мне возможность делиться с моими подписчиками. Так что здорово, что я могу порадовать хотя бы некоторых из вас. И сейчас воспользуюсь вот этой штукой для заивки ресниц. На этом глазу реснички завиты, на этом нет. Я думаю, что вы тоже видите разницу. То же самое я повторю и на правом. Я подбираюсь к корням ресниц. Со стороны это выглядит ошеломительно. Но не бойтесь, это не больно вообще, никак не ощущается. И один раз зажимаю, но не слишком. Раз. Отступаю. Еще раз. Отступаю. И еще раз. Все. Готово. Вот такой изгиб будет до конца дня, даже если вы не воспользуетесь тушью. Мало того, я всегда выбираю туши, такие вот немножко влажные по консистенции. И все равно изгиб остается. Вот. Мне нужно довольно обильно прокрасить реснички тушью. Потому что при таком нарядном макияже это, конечно, важно. Я пользуюсь тушью от Luxe Visage. Это XXL. И буду наносить ее в два слоя. Крашу второй. Ну, не умею я накрасить ресницы так, чтобы они ничего не запачкали. Разве что я делаю прям какой-то супер насыщенный мейк. Практически черный. То есть сначала прокрашиваю веки, а только потом наношу тушь. Потому что потом и так не видно. Ну, как бы вы понимаете, почему это мой must-have. Да, я тушью. Ну, как бы вы понимаете, почему я люблю эту тушь. Для дневного макияжа даже вот одного слоя вполне достаточно. Самые быстрые и простые smokey eyes я буду делать при помощи вот этих теней от Bourjois. Это оттенок 4. Есть несколько, которые мне нравятся. И вот это один из них. Наношу их прям близко к корню ресниц. И не выхожу дальше подвижного века. То есть где-то до складочки. Прокрашиваю. Дальше беру синтетическую кисть. И просто все чуть-чуть подтушевываю. Ну, не вытягиваю ничего. Просто немножко стираю границу. Вот это нужно было делать раньше. Но я просто-напросто забыла. Карандашом от Urban Decay я немножко затемняю линию роста ресниц. Вот они потрясающие. Я вам советую от всего сердца. И вот этот темно-шоколадный, он просто крут до невозможности. Все ссылки или там название я оставлю внизу. Никогда так не делайте. Я только что так намучилась. Если у вас какой-то ответственный макияж, вы знаете, что будете волноваться. Разложите перед собой все в таком порядке, в котором вы будете наносить. И потом вы ничего не пропустите. Дальше я возьму палетку, от которой я не могу отлипнуть все лето. Да, это моя рабочая лошадка. И теперь мне понадобится вот этот переходной цвет. И если вы не слишком холодная девушка, то на вас будут замечательно смотреться вот эти оттенки. И чаще всего я пользуюсь вот этими тремя и вот этим. Да, она везде со мной ездит. Классная. Просто прокрашиваю складку века. Девчонки, после месяца отпуска от садика дети не хотят ходить. Особенно Игнаша. Закатывают нам такие истерики, что каждое утро это один большой стресс для всех из нас. Он не хочет там оставаться. Появились новые детки в детском саду. И Захар тоже там конфликтует. И у нас, к сожалению, я говорю к сожалению, потому что мне хотелось бы, чтобы детки ходили в государственный детский сад. Почему? Потому что во всех частных детских садах у нас такое бесстрессовое воспитание. То есть как бы вообще ребенок и воспитатель на одном уровне. То есть я чувствую, что воспитатель не является авторитетом каким-то для моего ребенка. И то же самое сейчас происходит в школах. Я вот разговариваю с мамочками, и они говорят, что вообще нет никакого уважения ни к учителям, ни к воспитателям. Ну то есть воспитатель никаким образом не может повлиять на ребенка. То есть он не может поставить... Ну я не говорю, что ставить в угол это правильно. Но просто, знаете, бывают такие дети, которым говоришь, не делай, он все равно делает. И вот как-то то ли им не хватает методик для такого бесстрессового воспитания, то ли еще чего-то, то ли воспитатели пожестче в таких государственных детских садах нам он, к сожалению, не положен. Только в следующем году государство не имеет права отказать нашему Захару, так как он уже будет готовиться к школе. И вот это, конечно, еще один факт, который приводит меня в какой-то шок, что мой Захар в следующем году пойдет уже в нулевой класс. Мы не хотим отправлять его в 6 лет в школу. Мне кажется, что это рановато. Но толку с того, что он раньше закончит школу. И вот я сужу по себе, да, мне 17 лет было, и надо было решать, даже 16 вот было, и надо было решать, куда я буду поступать. В 16 лет я вообще ничего не знала. Ну, то есть поступила туда, куда было модно, куда меня направляли родители. Ну и, конечно, они учитывали какие-то мои там способности и так далее. Но сказать, что это мое, нет. Вот надо бы посмотреться в большое зеркало, чтобы понять, достаточно или нет. Это я сейчас вот заболталась и крашу, и крашу, и крашу. Но эти тени такие, знаете, два раза махнула. Даже не два, а один, и уже все растушевано. И они не осыпаются. Так, теперь я возьму вот этот оттенок и вот этот, смешаю их и прокрашу нижнее веко до половины. И еще в частном детском саду чуть что они сразу же кричат психолог. Ну, то есть там ребенок отказывается есть психолог. Ребенок там, не знаю, где-то толкнул второго ребенка. Тоже к психологу нужно обращаться. То есть, не знаю, что вам сказать. Напишите, как у вас начался учебный год. Пока что мы в шоке. Теперь вот этот цвет в уголок глаза. Я хочу, чтобы мой макияж засиял, заиграл новыми красками, стал более нарядным. Поэтому я возьму оливковые тени из лимитированной палетки. Ее уже не достать. Но похожая формула есть у Urban Decay. Поэтому, если вы хотите что-то такое найти, и вам не нравятся пигменты, то вы можете взять прессованные пигменты. Они гораздо удобнее в использовании. Набираю на пальчик и наношу на середину века. Чуть-чуть вот так прохожусь по всему, по сути. И втаптываю. Чуть-чуть подтушевываю. Но если у вас нет оливковых теней, то можно оставить так, как было. У них такая формула, немножко как бы влажная. И она хорошо прилипает к веку. Я думаю, что на этом с макияжем глаз я закончу и приступлю к оформлению лица. Я закрыла окно, чтобы макияж не был таким бледным. Ну и при освещении и с вот этой камерой макияж смотрится в два раза менее интенсивным. А я крашусь для реальной жизни. Поэтому, ну, тут я ничего не поделаю. Хотелось, чтобы эта собиралка тоже была на канале. Я возьму палетку Гош, кисточку. Набираю вот этот бронзер. И делаю из себя загорелую, отдохнувшую девушку. Не болеющую. Вот так. Немножко на лоб. И вот таким оливковым цветом я сделаю скулы более четкими. Румяна, я бы даже сказала, румяна хайлайтер. У меня тоже из вот этой же палетки. Она у меня в оттенке Light 01. В последних фаворитах вам показывала. Контур губ подвожу идеальным нюдовым карандашом от польского бренда Pierre René в оттенке 07. По-моему, этот цвет карандаша сейчас для меня слишком холодный. Попробуем исправить эту ситуацию при помощи помады. Это 642 от L'Oreal. Из увлажняющей линейки. С таким красивым блеском. Вот так макияж выглядит издалека. И согласитесь, когда я снимаю прямо в 10, ну ладно, в 15 сантиметрах от своего лица. Но до конца непонятно, что из этого получится. И прежде чем я пойду надену платье, сережки, все остальное и вытяну волосы, я хотела бы поставить точку над И. И тут такой момент. Если я пользуюсь каким-то сухим, матирующим, стойким тональным кремом, я всегда отдаю предпочтение улажняющему спрею для фиксации макияжа. Просто с ним кожа смотрится более живой. И я бы не сказала, что это каким-то образом влияет на стойкость макияжа. Но вот это, это как лак для волос. Вот это вот лак для фиксации вашего макияжа. И вот этот и этот оба спрея от Urban Decay я воспользуюсь вот этим. Так как у меня, ну такой увлажняющий, стойкий тональный крем. Он абсолютно не сухой. Некоторые называют его матирующим. Я не согласна. Я категорически не согласна. Издалека пшикаюсь, ну обильно, не жалея. Иду вытянуть волосы и через секунду к вам вернусь. К сожалению, сейчас некому меня поснимать. И я немножко тороплюсь, но я все же постараюсь сделать несколько кадров в полный рост, чтобы вы смогли оценить мой образ. Также кое-что засниму на месте. Оно невероятно красивое, такое романтическое. Если вы находитесь в Кракове или хотите расписаться в Кракове, то очень советую вам виллу Датюша. Обязательно участвуйте в конкурсе. Еще скажу, что платье у меня от бренда All We Need. Клипсы мне подарила подружка. Она купила их в H&M. Туфлика Zara. Сумочка у меня из старой коллекции Zara. Если найду что-то похожее, то вы знаете, что в описании я оставлю всю-всю-всю информацию. Не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, если вам понравилось. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok